Встреча с коллективом проходит в новом доме Пушкинского музыкально-драматического театра в ДК Правдинском. Отношения к артистам и история знакомства с ними особенные, делится Сергей Пахомов. Началось все несколько лет назад. Встреча с худруком Борисом Урецким. Ко мне подошел какой-то мужик, дернул меня за рукав и начал мне говорить о том, что нам необходим муниципальный театр, здесь Пушкин. Дальше Сергей Пахомов посетил несколько спектаклей театра, пообщался с главой округа Максимом Красноцветовым, решили, нужно помогать. И с марта театр приобрел статус муниципального. Это дает большие преимущества, перспективы, многие двери открывает. Но при этом обязательство быть профессиональными и делать интересные вещи, интересный продукт выпускать, интересные спектакли, оно, конечно, всегда остается. В общем, здесь все сложилось, здесь профессионализм, желание. Коллектив заслуживает внимания. За последние два года пять грантов различного уровня завоевал. Сегодня мы пообщались с артистами, пообщались с руководителями, обсудили ту проблематику, какая есть на сегодняшний день и также проговорили те перспективы, которые мы ожидаем. Коллектив участвует в программах «Культура малой Родины», «Театры малых городов Минкульта» и «Единой России» и многих других. В сентябре театр проводят фестиваль МХТ-125. Артисты представят «Беспреданницу». Хоррор-мьюзикл шутят здесь. Жанр позволяет сделать выжимку из классики и привлечь более широкого зрителя. «Беспреданница, она популярна у старшего поколения среднего, но хитом она стала у молодежи. Музыка им близка, музыка везде, в наушниках, в компьютерах, в смартфонах, в телефонах. Они через мюзиклы, рок-мью-окну приходят, уже в театре драматические». На сезону трупы большие планы. Готовят премьеру рассказы Чехова, ставит московский режиссер. Для юного зрителя постановка «Красная шапочка» и «Волк». Привычный сюжет Шарля Перо несколько изменили. «Волк» предстанет интеллигентом. И еще один подарок зрителям – спектакль «Здравствуйте, я ваша тетя». «Я вижу, насколько становится тесно в зале. Иногда и вообще, в принципе, не хватает зрителям билетов для того, чтобы посетить новое представление. Для меня одним из любимых стали «Беспреданница» и «Ограбление в полночь». Те постановки, которые вызывают бурю эмоций». Кто соскучился по театру за лето, новый сезон стартует совсем скоро. Жанна Лавяненко, Александр Корнеев, Мария Головачева. Новости Большого округа.